5 октября в нашей стране отмечается один из самых важных и значимых праздников для каждого человека. Это День Учителя. Именно люди этой профессии создают будущее страны. Ведь они учат и воспитывают детей, которые продолжат жить, работать и развивать государство. Понимая важность педагогического труда, отдавая ему дань уважения и благодарности, в нашем городе установлен памятник учителю. Создан он был на народные средства. Дорогой наш учитель, вы за нас беспокоясь, незримо в космос помчитесь, пойдете в тайгу на поиск. Спасибо за то, что в работе пытливы, что к нам, дни поседом, всегда терпеливы. За то, что без нас вы прожить не смогли бы. Спасибо, родные! Большое спасибо! Торжественное открытие памятника состоялось накануне Дня Учителя. Он установлен в молодежном сквере нашего города. В этом знаковом событии приняли участие жители, педагоги, школьники, представители общественных организаций, председатель Совета района Григорий Литовко, депутат Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский, уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева. Ваши аплодисменты, дорогие друзья! Скульптура установлена по ницетиве жителей и педагогической общественности района. Это символ нашего уважения и благодарности всем педагогам и наставникам за их благородный и такой важный для каждого человека труд. Я хочу выразить огромные слова благодарности тем людям, которые принимали участие в создании данного архитектурного элемента, данной скульптуры, потому что образ этого учителя формировался серьезной большой рабочей группой. И благодаря поддержке нашего главы района Романа Ивановича Синеговского, председателя Совета Григория Владимировича Литовко, мы так воодушевились. И нашим, скажем, идейным вдохновителем во всех вопросах стал Виктор Васильевич Чернявский, который с первого дня заседания нашей рабочей группы до последних моментов согласования надписи на этом элементе был с нами. И мы очень благодарны именно нашим руководителям за оказанную поддержку. Идея установки памятника учителю вынашивалась давно. При поддержке депутата Законодательного собрания края Виктора Чернявского она начала воплощаться в жизнь. Жители, представители общественных организаций, трудовых коллективов и предприниматели, одним словом, все, кто хотел поблагодарить своих педагогов, вносили свой посильный вклад в его строительство. Памятник учителю стал поистине народным. Это наше общее признание в любви всем педагогам. Это большое событие для района. Это дань уважения к учителю, к учительскому труду. Это давняя задумка. И мы не стали откладывать эту работу будущим поколениям. Сделали ее сейчас. Это инициатива людей, которые и собрали средства, и разработали образ. Сегодня он воплощен. Это дань уважения учителю, дань уважения первой учительнице, тем наставникам, которые нас сопровождают по жизни. Место намоленное. Здесь когда-то была самая первая в славянской школе. Здесь проходят парады первоклассников. Здесь проходят вкусные балы. Здесь проходят тысячи людей. У каждого есть возможность подойти, поклониться, вспомнить те приятные минуты детства, да и всей жизни. Потому что мы с учителями, с наставниками, с родителями идем по жизни всю жизнь. Я горжусь тем, что у нас сегодня есть такое место уважения, единения и движения вперед. Над созданием памятника учителю работали скульптор Виктор Вайс и архитектор Федор Мирошников. Прообразом скульптуры стала заслуженный учитель РСФСР, почетный гражданин Славянска-на-Кубани, отличник народного просвещения Маргарита Кузьминична-Елфимова, посвятившая всю свою жизнь педагогической деятельности, впрочем, как и многие славянские учителя. Вот праздник День Учителя – это не праздник учителя, это праздник нашей страны. Это праздник нашей страны, и учитель – это тот человек, который ценности страны доносит на молодого поколения. Поэтому, когда страна чествует учителя, это, по сути, страна чествует свою историю, свое настоящее, свое будущее. И вот сегодняшняя вот эта вот скульптура, стела, которая свидетелями, которым открытием мы явились, она, наверное, лишний раз говорит о том, что страна понимает, насколько это важна профессия, настолько важно понимать статус учителя, насколько важно благодарить учителя. Потому что это человек, который, еще раз повторяю, который не просто сегодняшнее наше, это завтра наше будущее. Это все зависит от учителя. Вот там очень красивые слова Некрасова. Учитель перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени. То есть вот это понимание того, что учитель – это тот человек, при котором надо преклонить колени, это, наверное, очень верно и очень сегодня своевременно актуально. Поэтому здорово. Так как я являюсь молодым педагогом, я чувствую гордость за то, что я выбрала именно эту профессию и рада, что она является такой почетной и важной в жизни каждого человека. Сама скульптура мне очень понравилась. Она олицетворяет всех учителей. Поздравляю всех учителей с наступающим праздником, с этим превосходным праздником, я бы даже сказал. Желаю всем здоровья, много терпения и, конечно же, чистого неба над головой. У каждого человека был учитель, который запомнился на всю жизнь. Теперь у славянцев есть место, куда они могут прийти, вспомнить и поблагодарить своих наставников. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!